Всем привет дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня мы поговорим о топ 5 сильнейших британских колоний в Харьвсу Файрун 4. Честно говоря, никогда не думал, что создам данный топ, но как выяснилось во время моей беседы с самыми лучшими подписчиками в мире в предыдущих наших топах, тема актуальная и интересная для многих. Также хотел бы отметить самых активных подписчиков нашего канала, таких как Ego, Minicraft, Никита Емелянов, Demo, Vlados и другие. Просто хочу вам сказать огромное спасибо ребята за то, что остаетесь со мной и за то, что поддерживаете наш канал. Ну а если кого-то упустил, то не беда, а самых активных подписчиков я буду выбирать в комментариях и делать из них настоящих храбрых садлатов нашего канала под названием Как Альтернативная История. Итак друзья, как и в предыдущих топах, я руководствовался такими критериями для выбора стран, как армия, промышленность, стабильность, географичное расположение, экономическое состояние, внутренняя стабильность и внутренняя состояния страны и множество других факторов для выбора наших колоний. Надеюсь данный топ вам понравится, вы подпишитесь на канал и поставите данному видосу жертвный лайкос. Приятного всем просмотра. И начнем мы на сегодняшний подбор колонии Братанской империи с Малайи. К сожалению или к счастью, но данная колония является самой слабой из пяти нашего топа и думаю весьма заслуженным. Тут нам и слабая армия без достойного флота, и плохая промышленность, отсутствие инфраструктуры и конечно не самое лучшее географическое расположение. Плюс ко всему, в случае войны, помощь прибудет не скоро, а если и прибудет, то имперский японский флот Ямамото сделает все, чтобы потупить идущие войска Австралии, Британской империи или Индии, не дойдя до берегов Малайи. В общем, страна то интересная, друзья, но играть за нее ой как непросто, и поэтому данная страна под названием как Малайя является самой слабой из пяти британских колоний в Хайвсе Файрун 4. Страна на земле, которая не проходила, ни одна большая война в истории, и ни один гражданский солдат не ступал на земли Новой Зеландии. Тем не менее, сама Новая Зеландия не раз сражала за будущее Европы, Азии и всего мира. Данная британская колония, хоть и не отличается в сравнении с другими колониями своей мощной армией, обширной территорией, могущественным флотом или же там наявностью разных природных ресурсов, ну и плюс ко всему хорошей экономике, но в наш сегодняшний топ пяти британских колоний она все же попала и даже смогла обогнать Малайю, так как ее географическое расположение куда более удачное, что в конечном итоге и сыграло ключевую роль в топе пяти британских колоний. По всем другим параметрам она равная Малайи и ничем особо не отличается в Хайвсе Файрун 4. Ну может тем, что у нее три дивизии, а не две, как у Малайи, и есть хоть какие-то фокусы, дающие создавать, играя за Новую Зеландию, небольшие альтернативные сценарии. Третье место. Австралия. Честно говоря, я долго сомневался стоило отдавать эту британскую колонии третье место или же поместить на второе, на которое она все же претендует, но в конечном итоге здравый смысл и статистическое данное в сравнении с другими колониями взяли вверх. Австралия, как и ее новозеландский сосед, удачно расположена. Плюс ко всему это довольно огромная страна, хоть и с небольшим населением, но с развинутою промышленностью, инфраструктурой, международной репутацией, неплохой армией и довольно сильным флотом. В случае войны данная колония в состоянии за себя постоять в одиночку. Сама. Правда, это будет недолго, но все же третье место нашего топа британских колоний она вполне заслуживает. Самая большая британская колония, которая по территории в 30 раз больше самой Британии – Индия. Тем не менее, английской коронии удалось собрать воедино одну из самых древних цивилизаций человечества и плюс ко всему управлять ею. Индию смело можно было поместить на первое место, если бы не одно но. Ход данная колония и является самой большой и с наибольшим количеством населения Британской империи, но в нашем сегодняшнем топе это не сыграло существенной роли, потому что чем больше страна, тем и больше ее проблемы, а в Индии их предостаточно. И одна из них – это низкая стабильность, бедность, пустая населенность, отсутствие современной инфраструктуры и промышленности, кастовое общество и многочисленные внутренние проблемы на основе религии, национальности и территорий. Этот большой шкаф может громко упасть, если небрежно с ним обращаться. Но второе место в нашем топе заслужено, так как Индия в разы сильнее предыдущих колоний. И это уже второй наш топ, где присутствовала Канада, да и еще на лидерующих позициях. В сегодняшнем топе я поместил Канаду на первое место, как самую сильную из пяти британской колоний. Причин? Причин, друзья, предостаточно. И удачное географическое расположение, и международная репутация и влияние, которое выше чем ее сестер, находящиеся, конечно же, под защитой британской короны, и лучшая экономика, сильная армия и флот, промышленность, наличие современных технологий в военно- и гражданской сфере и многое другое. Надеюсь, друзья, что данный топ 5 сильнейших британской колоний вам понравится. Вы поставите жирный лайк под этим видео и подпишитесь на наш канал. В любом случае, я старался, отстарался сделать такой подбор и максимально коротко изложить все плюсы и минусы данных колоний. Всем спасибо, друзья, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok